Екатерина и Петр венчались 21 августа 1745 года. Поначалу молодой супруг был безразличен к жене. Он открыто признавался в своих чувствах к фаворитке. При этом подозревал Екатерину в неверности. Несмотря на отсутствие идиллии в отношениях, им удалось произвести на свет наследника, сына Павла. Екатерина посвятила себя самообразованию, она много читала. Например, сочинения великих современников, работы по истории, юриспруденции и философии. Смерть императрицы Елизаветы и воцарение Петра III отразились и на отношениях супругов. Среди знати назревало недовольство политикой государя. Готовился заговор. В 1762 году Петра III свергли и убили. На престол должен был зайти 7-летний Павел. Однако Екатерина взяла власть в свои руки. Хотя она на российский трон прав не имела. Но как бы то ни было, правление императрицы растянулось на 34 года.